Музыка Здравствуйте! В эфире «Просто и вкусно». Любимая пословица поваров гласит «Кто не питает тело, тот не питает дух». Иными словами, в здоровом теле – здоровый дух. А что такое здоровое тело и здоровый дух? Это, конечно же, нормальная биооболочка, то есть аура. Хорошая, нормальная, красивая аура. И вот сегодня аура специально материализовалась для нашей программы, чтобы вместе приготовить вкусняшки. Встречайте, любимица, публики, холица аура. Привет! Вот я и материализовалась. Что мы сегодня будем готовить и что нам для этого понадобится? Давайте сначала я признаюсь, что я очень редко бываю на кухне. Как ни странно, я знаю, что многие сейчас подумают, как так? Ведь когда-то же вела кулинарную передачу. Вот об этом я хотел сказать. Дорогие друзья, однажды, однажды, аура пригласила меня в свою программу. И сегодня у нас, так сказать, о лаверде. И поэтому, если эта женщина кому-то говорит, ой, я так не люблю готовить, я не умею, не в версии. Не в версии, потому что сегодня я узнал о том, что этот человек безумно занятый, который мотается по концертам, мотается по каким-то делам, у которого свой журнал, свое агентство, и она еще успевает своему любимому мужу приготовить борщ. Ладно, пусть думают. Я ему обещаю уже два дня, но я ему обязательно приготовлю. Обязательно. Ну, обещано, вас ждут три дня, как гласит народная пословица. Ой, ты прав, ты прав, точно. Завтра наверняка я успею, завтра будешь делать. С чем ты сегодня к нам пришла? Ой, ну с чем. Значит так, вообще я думала, что же мне приготовить. Так как я не очень люблю готовить, значит мне надо приготовить то, что готовится быстро. Ты, конечно, извини, но тебе придется мне помочь. Хорошо? С огромным удовольствием. Ой, супер. Значит так, мы будем готовить блины, я обожаю блины. Ты любишь блины? Очень люблю. По тебе не скажешь. Так потому что я пытаюсь их есть как можно реже. Но если случайно где-то меня угостили блинами, все, держитесь, я съем все, что мне положат в тарелку. Дальше, я люблю стенку копченую. Так. Очень люблю. Она у нас сегодня есть. Она есть, да. Я люблю всякие сыры, там и плавленые, и творожные, неважно какие. У нас есть все на столе. Вот. Это продукция фирмы Президент. Отлично. То есть вот все молочное я обожаю. И творожный кремль, сыр, и творог, и сметана. И, естественно, зелень. Мясо я тоже люблю, но хотя, то есть не так люблю, как рыбу. А мясо, в принципе, сегодня у нас ветчина. Это будет для тебя. Да, то есть я, конечно, поделюсь и семгой, но я так подумала, вдруг ты рыбу не кушаешь. Блины с семгой, это что такое вообще? Как это? Это не будет традиционно, то есть не просто вот блины и кусочек семги. Мы сначала готовим блины, а из этих блинов мы сделаем роллы. То есть у нас будут роллы из блинов. Блинные роллы с семгой. Ну да, вот так. И с ветчиной. То есть это наш ответ японцам. Ну да, в принципе, ты знаешь, это да, вот что-то, что-то наподобие суши, да. Древнее старинное русское блюдо. А что? Суши из блинов. Да. Значит так, можно похозяйничать, да? Да. Ну да. Все. Значит, сюда, вот в эту стеклянную миску, развиваем два яйца. Два яичка развиваем. Давай, я люблю командовать. Давай, ты командуй. А ты будешь готовить, правильно? А я буду помогать тебе все делать. Значит, молоко вы подготовили, нам нужен стакан молока. Да, у нас пол-литра молока. Отлично. Ну не пол-литра, нам 400 где-то. Ну, в принципе, так тоже хорошо. Два яичка. Два яичка. Есть. Так, и наливаем стакан молока. Все это перемешиваем. Правильно делаем? Правильно делаешь. Теперь можно добавить немножко соли. Кстати, где соль? Соль у нас вон там вот стоит, вам видишь? Вижу. Рядом с перчиком. Перчик? Ну, не знаю. Наверное, нет. Почему? Ну, а зачем? Семга. Ты хочешь и перчик? Если что-то, ты себе в конце добавишь что-то острое. Посильнее, посильнее тогда. Ну, давай. Во, во, во. Вот так, так, так. Это у меня, как называется? Музыкальное оформление. Давай этой рукой. Потом засыряем эфир. Вот так. Нормально? Отлично. Теперь нам нужна мука. Где-то полкило муки. У нас там как раз полкило муки. Отлично. Вот ложечку берем. Нет, ситечка. Да, мне нужна ситечка. Да, у нас есть ситечка, пожалуйста. И вот мы так осторожно, осторожно через ситечка будем... Давай ложкой все-таки. Давай ложечкой, да. Нам нужно просеивать, да? Просеивать, да. И сразу помешивать, наверное, да? Давай, да, вот так. Сразу помешивая, просеивая. Так я еще не делал никогда. Я себя чувствую гадью или им Цезарем. Я два дела делаю. Даже три уже делаю одновременно. Говорю с тобой, размешиваю смесь и просеиваю муку. Давай будем держать. Скажи мне только честно, дома ведь наверняка готовишь ты в основном, правда? Нет. Со мной живет моя мама. А-а-а. Которая, в принципе, вот, наверное, работу по дому она взяла на себя. Так твой муж, любимый сетек, живет как у Бога за плаву. Да, с женой с тещей. Хват. Вот везунчик. Везунчик, да, сто процентов. Так, и потому у меня готовит мама, если честно. Так, туговато начинает у нас. Туговато? Ну, здрасте. Так нам же еще молоко доливать, я же тебе говорила. А-а-а, может, сейчас его долить или сначала всю муку просеять надо? Ты скажи, точно тут плохо его было? Ну, вроде да. Ну, тогда нам еще вот пару ложек осталось. Ну, давай. Потому что уже эгэй, как сложненько. Ну, а как ты хочешь? Даже я со своей недюжиной физической силой уже немножечко притомился. Серьезно? Да. Видишь? Ты знаешь, вообще идеально, конечно, было бы купить готовые блины. Не, ну, понятное дело, что это проще, простого. Вот представляешь, если к тебе вдруг, вдруг так вроде бы... Нагрянули друзья. Ну, не нагрянули, а хотят нагрянуть, потому что они наверняка позвонят. А сейчас уже вряд ли кто-то наглянет вот так без спроса. Ну, тогда мои друзья старомодные и консервативные, они, как правило, без спроса. Я очень люблю, потому что люди сейчас... Звонок в дверь, ты лежишь на диване, в нижнем белье. Ну, и что? И вдруг звонок, ты подрываешься, открываешься. А я, кстати, очень люблю, вот именно вот такие посиделки, они самые классные. Так, давай дольем уже это молоко, потому что я уже сама волнуюсь. У нас сюда уходит 2 стакана молока на полкило муки и 2 яйца. 2 стакана молока и 2 яйца. Чтобы не класть подсолнечное масло в сковороду, чтобы не жарилось, правильно? Тем более, что это неправильно. Мы наливаем подсолнечное масло прямо сюда, в эту смесь. Правильно, правильно, вот так. А масло мы сегодня будем использовать при волье. Самое правильное, грамотное, дезодорированное, рафинированное, без ГМО. Отлично. Вкусное, полезное растительное масло при волье. Я не знаю, как ты, но я в последнее время именно это и делаю. То есть я пытаюсь следить за тем, что кушать. Следить за правильной пищей. Совершенно верно. Ибо человек есть то, что он ест. Все правильно. Саид, поджигай. Все? Ну да. А ты умеешь пользоваться такой плитой? Нет, давай попробуем. Хотя, наверное, я могу сообразить. Это индукционная, мегабезопасная плита. Держи чуть-чуть, нажми и держи. Вот. О, молодец. Она очень безопасная. Вот где стоит сковорода, там будет горячо. А рядом? А рядом? Да, рядом. Все. Индукция? Пробуем. Вперед, давай. Половничком вот так, осторожно, наливаем. Должно растянуть его как-то, правильно? От него так на сковороде. Ну вот пытаюсь. Ну, наверное, надо было побольше налить, как ты думаешь? Молока? Нет, половник. Смеси. А, смеси? Да. А сейчас уже добавить надо или нет? Наверное, уже поздно. У нас как у нормальных хозяек. Первый блин комом. А блин комом не будет, я тебе скажу. Потому что нам тут форма не так важна. У нас же будут роллы. А, мы потом нарезать будем. Мы собираем в колбаску, колбаску разрезаем, получаются роллы. Вот, и ничего страшного. Давай с тарелку. Тарелку. Тарелка под цвет моего платья. Она в гамме, да, с платьем. Ну, слава богу. Если платье не хорошо видно, такой тарелке хорошо видно. Я думаю, что первый блин у нас получился довольно-таки неплохой. Да. Если честно. Если честно, да. Да, да, да. Пробуем следующий, да? Давай. Давай, давай, может он будет лучше. Итак, вот как ты это делаешь. Да. Вот так, это точно будет лучше. Ну, вот как ты тут наливаешь, конечно, такие блины, оладьи, мощнейшие. Ладно, у нас будут, да, у нас будут такие серьезные. Серьезные. Да. Что мы будем... Для серьезных людей, уважаемые телезрители, должны быть серьезные блины. Ты понимаешь, передача не бесконечная. Надо успеть. Много не бывает блинов. Согласен. Блины могут быть и тонкие, блины могут быть и потолще. Это уже кому как нравится, понимаешь? Могут быть очень даже тонюсенькие. Ну, судя, о том, как ты в начале программы говорила о блинах, как ты их обожаешь, я понимаю, что тонкие блины не для тебя. Нет. Если вот этот не пойдет, мы его слопаем. Мы его в любом случае слопаем. То он никуда не денется. Какие красивые блины у тебя получаются. Да, но почему-то они не рыжие. Почему-то. Ага, потому что такая хорошая плита, она не дает придарать. А, вот почему. То есть они у нас будут... Ага, ну тогда отлично. Я спокойна. Если хочешь, чтобы они были поджарены, не добавь температурки. Ну, давай. Вот, на семерочку давай. Ты видишь, какой блинчик у меня получается? Вот теперь, да, вот это уже ближе к... Что такое? Он хочет взлететь. Да, что такое? Я не знаю, он взлетает у тебя? Вот. Ой, слушай, это что будет сейчас? Я не знаю. А почему взлетает? А я не знаю. Может, не надо было его переворачивать? Потому что ты такая воздушная, красивая. Надо переворачивать, конечно. Да, не знаю. Придави его, просто придави. Давай, вот я тоже. Ну, просто, понимаешь, чтобы там не вытекло. Вот этот уже... Красота. Да, этот уже у нас, правда, он толстоват, конечно. А ты поменьше наливай. Хватит. И сразу... Будет трудно, трудно... Не-не-не, нормально будет. Ну, все, вот так. Ну, к концу, ты знаешь, к концу мы, наверное, научимся блины. Ну, я тебе скажу. Да. Даже самая неумелая хозяйка, которая никогда не готовила, когда начинает готовить на такой плите... Сто процентов. Да, и у нее сразу все получается. И потом она просто не хочет от такой плиты отходить. Я хочу сготовить, готовить, готовить. Да. Это Хансов. Да. Вот уже понемножку у нас что-то... Блин, похож на луну. Угу. Какой красивый. Луна, луна. Цветы. А, кстати, а что вы готовили тогда у меня на передаче? Какое-то название у вас какое-то было? Чук-чук? Я не помню. Кстати, это вот это блюдо, одно из самых любимых блюд Саньки Шишкина. Да, вот. Вы же тогда говорите. Это блюдо готовила его жена Алина. Вот она нам и подсказала рецепт. Я точно не помню. Но мы там нарезали много чего-то всего. И получилось очень вкусно. Помнишь? Да. А хочешь, я признаюсь, я тоже вчера вечером говорила с мужем, и говорю, Слава, ну что мне приготовить? Он так смеялся, потому что он знал, что я такая хозяйка, знаешь. Говорит, ну не знаю, ну посмотри, ну что? Я говорю, ну я не хочу что-то вот просто обыкновенное, но что-то, чтобы и вкусно было, понимаешь? Нет, но роллы из блинов, если честно, я вот буду сегодня пробовать первое в жизни. Вот. Я думаю, все. О, вот так. У нас такие, получается, мега блины. Не надо много, поменьше. В половиночку даже. И сразу берись-ка в роду и растекай. Все. А ну, вот видишь, все-таки ты лучше меня готовишь блины. Или у тебя в гостях? Как бы я помню, что, как мама делала. Я тоже. Просто мама делала тесто немножко пожиже. Пожиже. Ну, понимаешь, я почему спросила? В любом случае, в любом случае. Ну, супер. Если будет блин тонкий, ты же понимаешь, то ролл развалится. Да. А если блин плотный, он не даст, да, да, этому вот рулетику развалиться. Так. Во. О-о-о-о, какой блин. Это еще. Это блин. Смотри, какой получился. Да, ты слышишь, как-нибудь гадать по руке можно. Ну, Аура, ты же понимаешь, ты же необычный человек. Да. Ты неординарная личность. Блины необычные. Соответствующие блины получаются. Шахиромантия натуральная. Вот можно гадать, понимаешь? Дорогие друзья, я больше чем уверен, что очень скоро у Ауры откроется еще одно агентство по гаданию на блинах. Я могу смело сказать, что по этому блину, вот глядя на него, что нас ждет в ближайшее время. Да, это линия жизни, правильно? Да, да. И в ближайшее время, буквально через несколько секунд, нас ждет реклама, без которой никак нельзя. Не уходите далеко, она пройдет быстро. А мы продолжаем жарить. Жарить. Как я и говорил, реклама прошла очень быстро. Но у нас остался финальный блин. О! Вот так у нас. Все до капелюшечки. Все до капелюшечки. Ай, молодец. Как тебе это лето? Мне нравится, я не люблю жаркое лето. Насколько мне известно, у тебя есть песня, которая поется о лете. Субтитры сделал DimaTorzok. Два, 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 два. Чтобы мы не пережарили блин. Да ладно, это уже последний. Ничего с ним не станьте. Дорогие друзья, в этой песне поется о том, что самое вкусное и лучшее блюдо летом это блины. Переходим к начинке. Да. Итак, для начинки нам понадобится семга, ветчина, творог, сметана и творожный крем-сыр. Фирма Президент. Да, вот желательно фирма Президент. А знаешь почему? Я его использую очень часто. Потому что только натуральные ингредиенты. Это раз, очень качественный продукт. Я очень рада, что он у нас есть, без обмана. Без обмана, без ложной лести. Без ложной лести, я очень часто покупаю именно продукты творожный и молочный Президент. Нам нужно 200 грамм творога. Тут сколько? Здесь у нас получается 250. 250. Ну в принципе, да, кашу маслом не хватит. Если это творог Президент, его можно все 250. Правильно. Так мы и делаем. Так и делаем. Сметану нам надо 100, нет, да-да, нет, даже все 200, наверное. Посмотри, сколько у нас блинов. Да, 200 грамм сметаны. Значит, мы все это кладем. Сметана Президент, творог Президент. Вся молочка сегодня у нас от Президента. От Президента. Чему мы очень рады. 100%. Вот так. Такими нехитрыми. Давай я тебе вот так бытащу ложечку. Давай, давай. Вот так. Чтобы она тебе не мешала. Да. Это что у нас будет вообще? Это будет у нас начинка для ролл. Понимаешь? И мы будем творожную массу кушать с семгой? Да, и непросто. Давай ты перемешай. Давай. Знаешь почему? Потому что у нас не будет просто творог со сметаной, а мы к этому творогу и сметану добавляем еще творожный крем-сыр. Вот он, у него же вкус такой более пикантный, понимаешь? И консистенция такая более тягучая, что ли. Половиночку мы добавляем. Давай добавим все. Давай добавим все. Давай. Чего жалеть? Дорогие друзья, если на кухне аура, она не жалеет ничего. Она все добавляет, потому что все, что она делает, делает с душой. А что у тебя с творчеством? Есть у тебя новые композиции, видеоклипы? Да, конечно. Вот, кстати, слава богу, этим летом наконец-то у меня появилась новая песня, потому что у меня была в таком творческом кризисе, понимаешь? Не могла себе найти песню по душе. Вот так. И как называется? А песня называется «И не моя». «Сердце мое». Да, оно такое. Песня такая в стиле гротеск, перемешка стилей. Вообще очень такая интересная песня. А я еще и клип снимаю на нее. Вот. Кстати, скоро появится клип. Скажи, пожалуйста, о чем песня? Песня? Я надеюсь о любви. Ну, а как же? О любви самой себе. Дорогой, прекрасной. Короче, давай лучше я тебе ее спою. Давай, но сначала, ты знаешь, я, конечно, могу все это дело сделать очень легко и быстро, но я это буду делать долго, да. Тем более, что у нас есть замечательный аппарат, который это сделает за меня. Давай, потому что лучше, чтобы это была консистенция пасты. Это прекрасная. Чтобы вообще комочков не было. Замечательная бытовая техника Bosch, любезно предоставленная нам сетью супермаркетов «Бомба». И прямо сейчас на ваших глазах мы все это дело очень быстро превратим в пасту нужной консистенции. Установили. Супер. Легким движением. Вот почему мужчины должны готовить на кухне. Потому что, ну это же техника, ты же понимаешь. Но самое интересное, то что всю эту технику мы придумываем для женщин, чтобы им было легко и красиво, чтобы они бежали на кухню. Потому что посмотрите, какая тема. Безусловно, они нас не доставали. На тебе кнопочки. Все здесь сидело. Скажи мне, пожалуйста, аура, на какой скорости мы это будем делать? Ну давай сначала вот такой на средней скорости. Ну давай, пробуй. Включай. О, молодец. Ух ты. Ух ты. Ну а сейчас обещанная песня в исполнении любимицы публики прекрасной, обворожительной ауры. «Инима мя, сердце мое». Э, «Инима та, сердце твое». Мое, мое, мое. Нам акомпанирует техника Bosch. «Инима мя е у марта тайн. Мееы и окоарня, у открыта тайн. Инст perfectей mecни. Инстис по русстве и вспыхуа. И армина baked standing вдохе и сериюаса». А-а-а-а-а! Видно, жр Interior bagokayна. А-а-а-а-а-а! Ко是我, еще хр���и... Чи 라� aproximadamente. Субтитры создавал DimaTorzok Выключаем чудо технику Bosch, любезно предоставленную нам в сети супермаркетов Бомба Вот так, прекрасно Легким движением руки, сейчас надо попробовать, что у нас получилось Получилось? Супер, паста Отлично Паста очень-очень вкусная Я представляю, какой счастливый человек твой муж Да? Ведь наверняка, когда тебе удается попасть на кухню Ты начинаешь готовить и петь свои песни Он получает не только физическое наслаждение, но и моральное Ну хорошо Разве не поешь? Пусть так думает Так, что мы сейчас делаем? Мы должны вот просто нарезать семгу полосами тонкими А тоненькими полосочками? Да, вот такими вот Давай, с удовольствием Значит так А я уже буду Ты намазываешь блин Да, я приступаю А потом что мы делаем? Я его просто намазываю, смотри Вот так, видишь? Тоненько, тоненько, чтобы нам хватило Так, дальше накладываем Я правильно делаю, посмотри? Лиз салата Вот так вот Кусочек Вот так, правильно получается? Да, правильно Красиво Давай прямо сюда Давай Вот нарез салата мы накладываем семгу Вот так Вот так кусочек, да? Да И делаем ролл И заворачиваем И заворачиваем, да Прямо вот к краешку, чтобы все у нас получилось К краешку Вот прямо вот так вот Конвертиком Не конвертиком, а роллом Колбаской Колбаской Вот так И ветчину Вот. Вот так. Заворачиваем, заворачиваем. Смотри. Красота. Как я понимаю, ты не любишь простую еду? Обычную макарону, либо картошку. Любишь красивую изыскать, экспериментировать. Да нет, я могу и макароны съесть. Но опять же, не макароны, а стабильцы. Вот в этом журнале, под названием «Просто и вкусно». О, известный журнал. Моя мама, кстати, она ярый читатель этого журнала. Поклонница. Постоянно покупает, да. Постоянно покупает себе. А почему она покупает? Да потому что именно в этом журнале можно найти очень оригинальные, простые, доступные, а главное, вкусные рецепты. Рекомендую, дорогие друзья, журнал «Просто и вкусно». Ну а сейчас главный редактор этого журнала, Ольга Букс, покажет свой мастер-класс. Добрый день. Сегодня захотелось мне сделать чего-нибудь красивенького, маленького и эстетичного. Конечно, в первую очередь, когда я думаю про эти характеристики, мне приходят в голову или красивые маленькие капкейки, или макаронцы, или другие пирожные. Но от сладкого решила отойти. И сегодня я приготовлю маленькие закуски канапе в лаваше. Или даже не в лаваше, а на лаваше. Для начала мне придется сделать вот эти непосредственно маленькие кусочки лаваша, запечь их, подсушить, на которых мы потом выложим нашу начинку. Для этого мне понадобится противень и вот такой вот лист лаваша. Его нужно свернуть в несколько слоев, для того, чтобы легче было из него вырезать вот эти кругленькие формочки. Если у вас есть формочки для печеньев с металлическим ободком, очень острые, то, конечно, можно воспользоваться ими. Я буду вырезать. Можно использовать простые ножницы. Немножко подровняю концы и выкладываю их на противень. Мы их подсушим и получим такие круглые чипсы, на которые можно будет потом выложить любую начинку. Теперь этот противень мы отправляем в разогретую духовку при 170-175 градусов. На какое время его отправлять, я не могу сказать, но я думаю, что каждый увидит, когда этот лаваш уже будет достаточно сухой и золотистый. Теперь я приступлю к приготовлению начинки. Для этого мне понадобится разогреть сковородку и поджарить на ней лук и куриное филе. Сначала я ее включаю на максимальную температуру. Отправляем сюда нарезанный, мелко нарезанный лук. Обжариваем мы, кстати, наш лук на масле при воле. Лук уже стал достаточно золотистого цвета. Теперь мы добавляем мелко нарезанными кусочками куриное филе. Теперь мы достаем быстренько наш лаваш, пока он окончательно не сгорел. Вот. Он стал уже как раз того золотистого цвета. Как раз такой хрустящий, как надо. Ммм, супер! Мясо должно прожариться очень хорошо, потому что это его последняя степень обработки. Дальше мы его уже просто смешаем с остальными ингредиентами. Все, мясо можно выключать. Оно готово. Оставляем, чтобы это все немного остыло. Теперь нам нужно мелкими кубиками нарезать сыр президент. Сыром нужно немного, потому что он придает такой очень тяжелый вкус. А если сыра, скажем так, достаточно, он придает просто легкую пикантность, без насыщенности и тяжести. Теперь нам нужно несколько салатных листьев, чтобы придать свежести нашей закуске. Потому что без элементов свежих, будь то свежие помидоры, свежий перец или, как в данном случае, листья салата, любая закуска кажется зимней и тоже тяжелой. Салат тоже желательно нарезать на достаточно маленькие кусочки, чтобы он не выделялся из общей массы. С салатом мы закончили. Теперь нужно переложить это все в маленькую мисочку, чтобы мясо побыстрее остыло. Потому что горячее мясо с сыром, сыр расплавится, и у нас не получится той консистенции, которая нужна для начинки. Пока остывает мясо, мы подготовим украшение для нашей закуски. Это будут маленькие кусочки вяленых помидор. Конечно, они послужат не только украшением, но и добавят вкус. У них такой кисловато-пикантный вкус, который я очень люблю добавлять в различные блюда. Нужны маленькие кусочки, которые просто мы положим вот так вот сверху на нашу закуску. Мясо остыло. И теперь можно приступить непосредственно к приготовлению нашей начинки. Смешиваем сыр, листья капусты, мясо с жареным луком. Масло уже есть здесь, на котором жарился лук и мясо. Теперь нам нужно добавить немного майонеза для того, чтобы получить кремообразную такую массу. Майонеза можно класть не очень много. Все равно вместе с маслом, в сочетании с маслом, получится светлый соус. Теперь пришел как раз тот момент, когда все эти ингредиенты мы совместим в одни красивые тортинки. Конечно, можно начинку сделать более кремовую. Так. И украшаем кусочком вельной помидорки. Вот такие маленькие, красивые, симпатичные тортинки у меня получились. Надеюсь, что для вашей вечеринки или просто для приема гостей они вам очень пригодятся. Приятного аппетита и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! У меня осталось совсем немного, пару блинов буквально. Я уже сглушный терпение. Да, вот что ты без дела не сидел, нарезай. А после этого можно их положить в холодильник. Или наоборот, положить в холодильник, а потом нарезать. Ну, ты можешь, в принципе, нарезать. Они у нас такие довольно-таки прочные. Не, ну это необходимость или можно и без холодильника обойтись? Ну, ты знаешь, вот ты, если ты положишь в холодильник, вот эта паста, она чуть затвердеет, понимаешь? Их можно будет брать даже вот руками, понимаешь? Ой, да они уже твердые, смотри, какие они хорошие получаются. Да-да-да. Конечно. Супер. Какой-то толщины, длины. Ну, вот такой, небольшой. Вот так, да? О-о-о. Вот, понимаешь, вот разрез должен быть виден. Вот он. Видишь? Рыбка, чтобы видна была. То есть должна быть видна полностью консистенция. Рыба, ветчина и все остальное, да? Конечно, что там ветчина, крем и зелень, естественно. Скажи, пожалуйста, а твой супруг предпочитает с ветчиной или с семгой такие роллы? Когда голодный, думаю, он ест все. А ты ему когда-нибудь готовила такое блюдо? Нет. Я признаюсь, я первый раз готовлю у вас это блюдо. Значит, я везунчик. Ты везунчик? Да, да, конечно. Я сейчас позвоню. Напомни, как зовут супруга? Слава. Слава, приходи. Вячеслав, ради бога, не обижайтесь. Но есть мужчины, которые тоже хотят многое попробовать впервые. И слава богу, что есть такие женщины, которые до сих пор умеют удивлять и радовать. Вот так. Нет, самое интересное. Нет, не обидится. Ты боишься, да? У меня полковник, кстати. Нет, я ничего не боюсь уже в этой жизни. Полковник, он у тебя. Да, да. Ну, может быть, немножко. Настоящий полковник. Может быть, немножко боюсь. Вот я тебе специально для тебя отрежу кусочек. Попробуй, пожалуйста. Получилось или нет? Скажи мне. Это съедобно или нет? Ну, учитывая, что ты это готовишь точно так же, как и я впервые в своей жизни. Очень вкусно, кстати. Это, на самом деле, классная закуска. Честно. Смотри, рыба, омега-3, зелень, правильно? Да, зелень омега-4 и хороший повар омега-5. Сыры, творога, там всякие. Это 5, это кальций, понимаешь? Ну вот. Плюс, блины, удовольствие. Бесконечные плюсы просто получаются. Плюсики. Плюсики. Вот, это у нас получилась такая тарелочка с семгой. Семгой, да. А сейчас мы будем делать тарелочку с ветчиной. Давай. Апа. Нет, это неправильно, не туда, не туда. Подожди, подожди, подожди. Вот так? Вот так. Вот. Теперь все получается. Да, вот. Теперь я понимаю, почему это должно попасть в холодильник. Понимаешь? Вот. Да, паста должна. Делай их побольше немножко. Вот так. Паста должна остыть, как я понимаю, да? И она скрепит содержимое. Блинчиков. Правильно. Ну, я уже попробую вот это. Конечно, попробую. Ты ешь, ты не стесняйся. Ешь. Пока я нарежу. Пушай, пушай. Да. Итак, вот что у нас получается. Теперь я спокойно, я попробовала то, попробовала это. Теперь я понимаю, что я изготовила. Ты понимаешь? Ну, да. Вот что у нас получилось. Скажем так, фактически три блюда из одних блинов. Можно употреблять. Вот это третье, да? Да, можно употреблять в разрезанном виде сенгу, в разрезанном виде ветчину. И можно, как кебаб, брать вот такую вот замечательную колбаску. Да, или естся. Да, что мне нравится больше, конечно. Серьезно? Да. Оказывается. А я мучилась, думала. Почему мучилась? Во-первых, еда должна быть эстетически красивой. Она должна вызывать аппетит. Вот это вызывает аппетит. Пробуешь маленький кусочек и сразу берешь вот такую вот замечательную длинную большую колбасу и... Точно. Для того, чтобы приготовить роллы из блинов с сенгой и ветчиной, нам понадобилось... 2 сырых яйца, 2 стакана молока, 500 граммов муки, 50 миллилитров подсолнечного масла, 250 граммов творога, 200 граммов сметаны, 200 граммов творожного крем-сыра, 200 граммов семги копченой, листья салата, 200 граммов ветчины. Может быть, тебе вот как мужчине, вот я попробовала, мне на вкус отлично, то есть мне не надо. Я вспомнила про то, что ты очень хотел перец. Может, тогда вот горчичку можешь. Вот, о чем я тебе и говорю. Дорогие друзья, наступает самый любимый момент в этой программе, момент дегустации, когда я с огромным удовольствием попробую то, что сегодня впервые в нашей студии приготовила Аура. Как не стыдно. Вячеслав, ради бога, не завидуйте. Ой, я теперь понимаю, почему ты на меня так смотрел и говорит, ты что, не кушала целый день? Ты прав, ты, ты, хозяин, ты должен был дегустировать. Подожди, по поводу стыда, подожди, я еще и не пробовал. Сейчас я попробую и скажу тебе, стыдно тебе или нет. Лучше поставить это дело в холодильник. На какое время? Ну, на 2. Приятного аппетита. Ну и что? Ну, как получилось? Да, конечно, не верьте ему. Ну, как может быть семга не быть вкусной? Блины невкусные. Ну, а теперь свечиной. Да, но свечиной я так просто не могу. Я обожаю с горчичкой. Давай. Я люблю, чтобы было чуть-чуть остренькое. В данном случае я буду использовать замечательную нашу отечественную горчицу Лиада. Такая, как надо. Такая острая-преострая, да. От нас моргает все. С лёстиками. Ну, все отлично. Вот, я вот рада за то, что ты вот решила свечиной вот так. Не зря я сказала, свечиной для мужчин. Правильно? Да. Это значит и горчица. Немножечко горчички я себе вот так поставлю. Хорошо? Угу. Действительно вкусно? Да. Ну, все, я рада. Я очень рада, что тебе понравилось. До этого момента, Аура, я сильно сомневался. Нет? Ел блины просто так, со сметаной, с вареньем, с икрой. Да. С черной-красной. Но вот в таком виде блины я не ел никогда. Ем первый раз, честно. Да. Я тоже призналась честно, первый раз. За что тебе огромное спасибо. За то, что ты нашла время, желание. И не убоясь ничего, даже то, что ты это делала, первый раз ты пришла к нам и порадовала вот этим замечательным, великолепным блюдом. Спасибо. Спасибо огромное. Аура. В программе просто и вкусно. Ну, а мы прощаемся с вами очень ненадолго. Главное помнить, если на кухне еду готовят два красивых, молодых и очень талантливых человека, то не важно, что вы делаете, все равно все получится. Приятного вам аппетита и будьте здоровы. Пока. То, что в моде всего лишь красиво, в технике еще и функционально. То, что в моде подчеркивает имидж, в Ханса создает комфорт. То, что в моде эксперимент. В Ханса отточенная технология. Ханса эстетикум. Ханса. Умная техника в моде. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...